Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы тоже здравствуйте! Сегодняшний обзор будет на канал День Бомжа ТВ. Ну, первое, с чего хочу начать, да, для меня странно, очень удивительно и непонятно, почему люди восхищаются подобным ужасом. Потому что мы живем, да, и живем с какими-то принципами. Мы живем, да, и к чему-то все стремимся. Какие-то ставим долгосрочные цели, просто цели жизненные. Мы имеем, понятно же, обязательства, потому что каждый из нас, когда создает семью, появляются дети. Да, мы имеем обязательства перед собственными детьми, обязательства перед собственными родителями. Ну, вы знаете, мне кажется, это приятное обязательство. Это самое, мне кажется, дорогое и важное, что есть у нашей в жизни. В нашей жизни это приобретает смысл этой жизни, да, что мы живем не просто в пустоту, а живем для чего-то, для какой-то цели. Но потом, понятно, у каждого из нас появляются внуки. Это, мне кажется, вообще самое дорогое и ценное, что может быть в этой жизни. Моя мама всегда говорит, что никогда в жизни ты не ощутишь настоящую любовь, пока у тебя не появятся внуки. Потому что внуков любишь намного больше, чем собственных детей. Для них живёшь, для них стараешься. Но это уже как вторая молодость, я не знаю, второе дыхание, мне так кажется. И все мы живём с какой-то этой позиции. Мы все к чему-то стремимся, улучшить свой быт. Мы имеем обязательства и перед государством, мы платим налоги и тому-тому подобное. То есть мы много имеем обязательств. Но в этом и заключается смысл нашей жизни. Каждый наш день проживается не просто так. Я смотрю на этот канал и я не понимаю. Для меня непонятно, до меня это не доходит, как так бесцельно проживать эту жизнь. Это нельзя назвать жизнью. Это просто существование. Утро начинается с того, как бы похмелиться, найти деньги на следующую партию этого пойла. Бухла, я не знаю, как правильно это выразить. Ну от этого там алкоголя. И в этом всё вот это вот прожигание этой жизни. Это не жизнь, это существование. И непонятно для чего вот такие вот существа приходят в эту жизнь. У каждого человека есть шанс в этой жизни. Мало того, очень многие действительно бывают случаи в жизни, когда люди опускаются на дно. Бывают. Но люди выползают с этого дня, потому что это люди. У них есть стремление, у них есть желание, есть цели. И есть вот такие вот халявщики, да, пьявки, которые присасываются. Вот есть блогер, который бегает с камеры и вот это снимает и собирает им на еду. А зачем? Ответьте мне, для чего их кормить? Для чего их содержать? Маленький другой вопрос. А если бы перестали это делать? Ну вот если бы перестали их кормить, перестали их содержать, давать на сигареты, давать на бухло, как бы протекала их жизнь дальше? Вот на чём-то она бы, да, основывалась. Как-то бы они её жили. И вам самим не противно, что вы скидываете деньги для того, чтобы смотреть на этот зоопарк. Вы знаете, удивительно следующее. Мы остаёмся чёрствыми и не замечаем чужую боль. Мы не замечаем, да, взгляд больного ребёнка и взгляд родителей, которые просят помочь этому ребёнку. И там, где действительно дорога каждая копеечка, каждый рубль, каждый доллар, евро, гривна, что угодно. Вот каждый вот этот вклад, который может сделать каждый из нас минимальный. Но нет, мы реально этого не замечаем. Нам важнее дать бомжу на сигареты, чтобы нас развлекали. Нам реально по приколу смотреть на фрик-шоу. Но нам не по приколу смотреть на глаза человека, который нуждается в помощи. Нам не по приколу смотреть на глаза животного, который хочет есть, который голоден и просит с мольбой в глазах, чтобы ему дали, я не знаю, кусок хлеба дали. Мы точно так же проходим каждый день мимо бабушек, которые сидят и торгуют всякой ерундой для того, чтобы заработать какую-то копейку к пенсии. Мы в жизни у них ничего не купим, мы пройдём мимо. Нам намного важнее дать бомжам, чтобы эти фрики, уроды, вот эти маргиналы, вот это ничто, вам сказала спасибо, вам передала привет. И вы знаете, действительно, вот эти чудо-комментаторы, защитники вот этого всего, для меня, наверное, на всю жизнь останутся непонятными. Мало того, чтобы вы знали, попрошайки зарабатывают больше, чем вы. А это попрошайки. У них уже даже прайс-лист есть, да, где за ваши деньги готовы выполнять все ваши капризы. И я вот думаю, да, когда мы потеряли, не мы, вы, вот те, кто это поощряет, кто это защищает, когда вы потеряли человечность, или вам её с детства не привили. Вам не объяснили, да, что нужно помогать нуждающемуся, а не халявщику, да, не алкашу, не вот этому отребью, который и не пойдёт работать, и не будет ничего делать, потому что ему это не надо. Но помимо этого, да, я повторюсь, вы пройдёте мимо того человека, который нуждается в реальной помощи. И когда сегодня я прочитала на стриме коммент, дед, куда тебе закинуть на пачку сигарет, я ужаснулась. Пачка сигарет – это две буханки хлеба. Это две буханки хлеба, которые можно отдать животным. Это две буханки хлеба, которые можно подойти по церковь и отдать старикам. Вот просто дать. Это две буханки хлеба, которые можно дать нуждающимся соседям. Это две буханки хлеба. И где пачка сигарет, да, для вот этого маргинала, который сидит и вам в лицо рассказывает о том, что он опять не может работать, и никто из них не может. И никто из них не может. А вы работаете и содержите их. И вот где логика этого всего происходящего, вы знаете, для меня действительно непонятно. Самое еще интересное, что меня впечатлило, это, конечно, как все начали возмущаться, зачем Женя выгнал, вернее, дед выгнал Женю, какие они мужчины. Ребята, одумайтесь, а где вы мужчин видели? Где вы видели мужчин? Это не мужчины, это животные. Это животные. Я вам открою маленький секрет. Животные. Мужчины себя так не ведут. Мужчины, да, берут на себя ответственность. Мужчины что-то делают, как-то шевелятся. А это животные, которые только сношаются, удовлетворяют просто свои животные инстинкты. Вот они сношаются, слава богу, что они не плодятся. Вот они сношаются, пьют и едят. Ну, в туалет ходят. Это животные, которые руководствуются примитивными инстинктами и не более того. Они не способны на что-то более глубокое. Дед, который недавно рассказывал о том, как он любит Женю, уже привел новую мадам. О какой любви вы говорите? Хотя в прошлом стриме кто-то из вас кричал, да, Женя, дед любит Женю. Вот откройте глаза, кто кого любит. О какой любви идет речь? И вы знаете, у меня такое ощущение, что многие смотрящие самоутверждаются. И вот реально самоутверждаются, когда смотрят на этих фриков, на вот этих уродов, да, вот этих низших существ. И самоутверждаются, что у них все хорошо. Что вот действительно на уровне, да, вот этого вот ужаса у них все хорошо. И вы знаете, удивляют вот эти моменты, точно так же, как сегодня человек в комментариях написал, поехали со мной на вахту. О чем вы? О чем? Кто куда поедет? Кто пойдет работать? Этого в жизни никто не сделает. Им это не надо. Весь смысл жизни заключается в видео, которое снимает Азат. И с вас же собирает дань им на бухло, им на еду. Вы знаете, есть арабская мудрость, которая гласит о том, что если хочешь помочь человеку, не давай ему слиток золота, а научи его работать или дай ему эту работу. Вот как звучит арабская мудрость. А что делаете вы? Вы каждый раз даете эти подаяния. Кому? Зачем? Да помогите реально нуждающимся. Если каждый из нас несет капельку, да, вот этой доброты, капельку лепты, сколько жизней мы сможем спасти, сколько больным деткам мы дадим шансов, сколько вокруг нас горя, где действительно мы нужны, сколько деток не доживают до этих операций, потому что родители не в состоянии собрать деньги. И если каждый из нас даст по копеечке, возможно, мы спасем все вместе и сообщать чью-то жизнь. И задумайтесь о том, что творите вы. И как вам это, да, на Божьем суде зачтется? Что вы могли кому-то помочь и не помогли, прошли мимо. Зато вы развлекались и кормили, поили, давали курева фриком. И подумайте действительно о том, где же нужна реально ваша помощь и ваше участие. Давайте быть человечней, давайте оставаться людьми, потому что мы люди. Не превращайтесь в животных, не поощряйте вот этих вот уродов, а вы реально их просто поощряете. Никто из них работать не пойдет. Помогите там, где нужна эта помощь, будьте людьми. Ну, а на сегодня я прощаюсь. Пока, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok